Так же, как и нам, всем хочется кушать. И вот я сделала такую подкормку для растений из дрожжей. Но я сделала вот не сухие дрожжи, а у меня вот для теста, что я применяю, вот такие турецкие дрожжи. Развела, значит, на 3 литра воды. Здесь, хотя другие пропорции совсем, но я сделаю такую концентрированную. Сейчас не буду портить другую посуду. Здесь, значит, дрожжи пачка и 3 столовые ложки сахара. Перемешала, залила 3 литра воды, больше не помещается, вообще нужно 10. И на 2 часа настоять. А затем, значит, я могу разбавлять с водой в отношении 1 к 5. Но это на 10 литров. Тут уже другое совсем надо, 1 раз в месяц поливать, потому что цветам надо дать этот. Потом, значит, и розы я полила свои. Настойка из корлупы яичной. Также у меня на завтра есть кофейная сгуща. В общем, розы буду приводить в порядок. Мои хорошие, вот такой у меня сегодня завтрак. Вы видите, третий день пошел, третий день. Ну все, кризис миновал меня. Я уже даже не хочу кушать. Посмотрите, вот сколько времени, и только сейчас я завтракаю. Пол четвертого. Почему я так поздно завтракаю? Во-первых, я встала рано, в 10 часов. Но начала заниматься чем? С соцсетями. Пока Ашкем спит, быстро-быстро. Поработала по бизнесу, что сделала, пост загрузила, в чем заключается моя работа. Потом Ашкем встал, Эндер стал. Я, значит, приготовила ему завтрак, быстро еще раз ответила, там пообщалась с кем-то, все на ходу. Затем я занималась зумбой. Сегодня была нагрузка на брюшной пресс. Очень хорошая зумба. Я даже там на ютубе, в сохраненных у меня есть это видео. Представляете, полчаса надо работать с животом вместе с танцами. Так, мои хорошие, позанималась зумбой. Очень я довольна сегодняшней зумбой. Не снимала уже видео. Затем быстро на кухне, быстро это. Такие у меня планы сейчас. Я вот приготовила подкормку для растений. Приготовила маску. Сейчас полчаса она должна в холодильнике настояться. Намажу, покажу и расскажу для лица. И вместе с маской я сегодня должна, как бы я не хотела, помыть шкафы в кухне. Вот сегодня такие планы у меня. Вечером приготовлю мужу мясо, сотей называется, с помидорами, с болгарским перцем. И, наверное, плов ему или булгур, что-нибудь такое рядом. В общем, вот такие вот у меня планы. А себе на вечер сделаю, там чуть-чуть у меня винегрет хочу сделать. Есть отварная морковка, бурак. Вот сегодня, что я буду вечером кушать. Так что, мои хорошие, давайте будем вместе худеть. Я тоже закрыла свой рот после таких вкуснятин. Пол пирога творожного я положила в пакетик морозилку. Пирожки с капустой, которые мой муж не этот. Я тоже их положила в морозилку, представляете, потому что я очень такой человек слова, сказала, сделала. И я чувствую, что у меня уже живот ушел, потому что я постоянно в движении. Аж к ему сварила кофе, он там пьет. Покажу вам себя. Привет, мои хорошие. Вот и я загрузил передачу, значит, и надела себя специально, потому что маска будет все течь. И поэтому в этой же кофточке загрузил себе какую-то программу, смотрит эти фильмы. Ну, а я сейчас быстренько позавтракаю, нанесу маску и буду заниматься кухней. Вот такие вот дела. Мои хорошие, чтобы наши мальчики вас любили, надо быть красивыми, таким, как я. Очередная маска с эффектом ботокса. Девочки, я почему-то говорю, потому что у меня так все стянуло, что я не могу разговаривать. Так вот, вот, что я хотела вам сказать. Вот эта маска, я когда, ну, много стали советовать мне свои масочки. И есть такая девушка, Гуля, косметолог, у нее канал Гуля-косметолог, она... Я заглянула к ней, у нее очень интересные масочки. И вот одну из них я делаю, сделала с желатином, крахмал, манка. Все, заходите, смотрите сами. Ну, вот, после масочки сделаю массажик. Сейчас буду работать. Погода в Мерсине была солнечная, а сейчас паслонная. Так не хочется работать, но нужно помыть эту мне кухню обязательно. Ну, так вот, садитесь на диету вместе со мной, занимайтесь собой, мы будем такие красивые с вами. Но никто нам не скажет, что у нас морщинки мыли старушки. Не так ли? Все, девчоночки, пошла работать, лобулечки. Маску на 20 минут, ну, может, больше. Ой, чашется все уже. Давайте, давайте, пока. Сняла я еле эту маску, друзья мои. Я ее, надо на 20 минут, а я на час, наверное, с этой уборкой, видите, прыгаю, все чищу. Видите? Вот эту часть почистила, верхнюю. Аж кем держал меня, а там сейчас туда пойду. В общем, мои хорошие, сняла еле маску теплой водой, отмывала. Оно немножко, видите, покраснение тоже есть у меня. Ну, сейчас хотела сделать массаж и нанести крем, но пока воздержусь. Я, знаете, что чувствую? Лицо так натянулось. Ну, посмотрим, как я перенесу, потому что я аллергичная сама. В принципе, манку я кушала, крахмал тоже нет, ничего. Желатин посмотрим, реакцию лица кожи успокоится. И я нанесу массу этот крем и сделаю массаж себе для лица. Все для вас стараюсь и для любимого. Вот так, мои хорошие, лажу я, как маймун обезьяна по шкафам. Вот. Чистенькая будет у меня кухня. Какая не есть, пускай не красивенькая, зато чистенькая. Не так ли? Так ли. Вот. Аж кем пошел в магазин, принес всего. Стоял он здесь возле меня, чтобы я не упала. Но сейчас уже безопасная. Будет у нас чистенько все, Сашка, и вам. Ну что, давайте, до встречи. Мои хорошие, ну что, закончила я убирать кухню. Наработала все, то, что запланировала, все сделала. Все блестит, я так думаю. Приготовила обед, что приготовила, поделюсь с вами. Так что, вот такие дела. Сейчас буду отдыхать и себе тоже приготовила кое-что покушать. Еще надо распаковать пакеты, которые Аж кем принес. И потом плов как раз подходит. Покажу сейчас вам, что он купил сегодня. Решила сегодня не делать макияж. Почему? Потому что после этой маски я хочу, чтобы я отдохнула. И лицо, и глаза, и все. Поэтому решила сегодня вот так вот. Без макияжа. Ну, а вот, что купил мой Аж кем. Это мне творог. Сосиски вот такие. Мне хлеб взял, хотя я его не просила. Мне взял хлебца. Даже его не просила. Ну, себе такое взял. Маргарин, огурчики, сыр. Самое, что здесь дорогое, это сыр. И вот средство для мытья посуды. Для посудомоечной машины. И взял вот три таких. Будем, значит, пересаживать цветы. Но землю я просила, а земли, говорит, не было. Так что вот это вот все, вот это вот все стоит 140 лир он заплатил. 140 лир. Кстати, забыла добавить. Он еще взял целую упаковку соды. Вот такая здесь сода. Это минеральная вода. Тут 200 грамм на один раз. Все это 140 лир. Ну, а сегодня на ужин у нас я сделала Аш кему суте. Взяла чуть-чуть мяса. Разделила вот себе. Вот с винегретом отварное. Я же на диете. Сделала Аш кема. Это суте называется. Тут болгарский перец. Лук и помидоров много. Сделаем вот такой свеженький плов. Салатик. Ну и супчик. В общем, пошли мы кушать. Приятного нам аппетита. Наконец-то дошло тело у меня до нашей подкормки для растений. Она у меня настоялась. Даже больше, чем нужно было. Я ее просто вот так помешаю. Делаю все на глаз. Не знаю, посмотрим, чем это закончится. Вот такие у меня бутылочки. Есть отстойная вода. Я вот слила вот по чуть-чуть, да? Без какой-то пропорции. И сейчас я подвину так ее. Будем наливать. И вот сейчас солнышко спадет на этой стороне. На той стороне можно полить уже их. И я их полью. Посмотрим, какой эффект будет, мои хорошие. Видите? Значит, это подкормка из дрожжей и сахара. Знаете, как квас получился. Запах кваса. Ой, у меня идея появилась. Сделать квас себе на лето. Но мой муж не будет аж им есть. Это точно. Настоящий запах кваса, друзья мои. Еще черный хлеб я как-то делала в Грузии. Так, ну вот таким образом это происходит. Мои дорогие друзья, я хочу выразить вам большую благодарность за поддержку и за все. Я безумно счастлива. Счастливый человек в том, что даже слезы радости, понимаете? То, что я шла к своей цели, и я иду потихоньку и добиваюсь всего. И вам советую, никогда не останавливайтесь перед трудностями. Всегда идите к своей цели. Потому что если у вас есть вера в себя, то вы всегда своего добьетесь. Я сейчас написала пост, выставила его в соцсети, и вот мне такое вот чувство такой благодарности ко всем вам, к моим лидерам, которые настояли на том, чтобы я открыла канал и развивала его. Моему спонсору Евгению Левинто, который познакомил меня с этими лидерами, с этим классным бизнесом, реальным бизнесом, надежным. Хочу выразить свою благодарность моим новым друзьям, которыми я начинала свой путь на Ютубе. Татьяна Подобная, которая мне очень много чего научила, и Мария Южел, которыми мы были постоянно на связи в начале нашего пути. А также очень много другим друзьям, которым я встретила попозже. Но спасибо большое моей семье, моей мамочке, моему мужу, который терпел мое отсутствие, постоянное сидение за телефоном. А также я хочу выразить огромную благодарность моей многотысячной команде зрителей на Ютубе, которые посмотрели меня более миллион раз. всем большое, большое-большое-большое спасибо. С вами была Светлана Ата. Идите к своей цели, не останавливайтесь. Первый этап моей цели достигнут, и я буду продолжать еще больше, еще лучше двигаться. Пока-пока.